Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире о том, чем жила Самара сегодня. Вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главная тема выпуска. За рулем губернатор. Первым покупателем вазовского внедорожника стал Николай Меркушкин. Скорая дорожная помощь. В Самаре стартовал ямочный ремонт. Усадьбу Зеленко не тронут. Суд признал здание неаварийным. Импортозамещение по всем фронтам. Какие перспективы у российского туризма? Любви все животные покорные. В Самарском зоопарке выбрали самую романтичную пару. Первым покупателем новинки автоваза стал губернатор Самарской области. Николай Меркушкин приобрел белый внедорожник в максимальной комплектации. Напомню, еще в преддверии Нового года, 15 декабря, Волжский автозавод запустил производство компактного городского кроссовера. И первую заявку книги заказов на Lada X-Ray оставил губернатор. Машина в его распоряжение поступит уже на этой неделе. Глава региона уверен, продукция завода, цитата, отвечает всем самым современным мировым стандартам. Ничем не отличается от продукции западных автоконцернов и будет востребована не только в России, но и за рубежом. Конец цитаты. Напомню, у Николая Меркушкина уже есть автомобиль, произведенный на ВАЗе. Это Lada Largus, который он купил еще в 2012 году, спустя неделю после начала продаж. Опытом Самара в сфере малого и среднего бизнеса заинтересовались на общегосударственном уровне. Глава города Олег Фурсов рассказал в эфире одного из федеральных телеканалов о том, каких результатов добилась Самара после введения патентной системы налогообложения. Такой патент дает право индивидуальному предпринимателю на ведение бизнеса и освобождает его от отчетности в виде декларации. С 2013 года, когда была введена патентная система в нашей области, количество предпринимателей, использующих эту систему, выросло в три раза. Что это за предприниматели? Это люди, которые работают в сфере розничной торговли, в сфере торговли продуктами питания, в сфере парикмахерских, косметологических услуг, авторемонта. Объем налогов, который поступает от патентной системы, тоже вырос в несколько раз. Нас это не может не радовать. Опыт Самары в этой сфере может стать ориентиром для всей страны. Сейчас в правительстве России активно обсуждают меры поддержки малого и среднего бизнеса, доля которого ВВП должна вырасти до 2030 года в два раза. Как подчеркнул на одном из заседаний председатель правительства Дмитрий Медведев, эта задача сейчас в числе приоритетных для развития экономики страны. Вскоре будут созданы специализированные многофункциональные центры. В них можно будет не только оформить нужные документы, но и получить консультацию по правовым вопросам, помощь в составлении бизнес-плана, а также утащить информацию по открытию собственного дела. Туда, где раньше были ямы, зальют асфальтобетон. Этой ночью в Самаре стартовал так называемый ямочный ремонт. Это срочные меры, чтобы быстро привести улицы в порядок. За смену бригада заделывает почти 500 квадратных метров дорожных дефектов. Продолжится такой ремонт до апреля. На смену ему придет комплексный. За стартом работ этой ночью наблюдала Валерия Макарова. Сухая погода позволила раньше обычного приводить в порядок самарские дороги. Ежедневно полсотни рабочих заделывают ямы литой асфальтобетонной смесью. По такой технологии планируют отремонтировать почти 40 тысяч квадратных метров дорог. При этом качество смеси контролирует специальная лаборатория. При изготовлении литой асфальтобетонной смеси в рамках допуска гостских добавляются полимеры вяжущие вещества, которые улучшают качество литой асфальтобетонной смеси, повышают ее прочность и натертость. Завод, где производят этот асфальтобетон, находился на плановом ремонте. Его запустили в срочном порядке раньше срока на две недели. И уже этой ночью стартовал ремонт Ракитовского шоссе, улиц Советской Армии и Революционная. Заделывать дефекты на дорогах будут во всех районах Самары. Первоочередные участки – это дороги с маршрутными транспортными средствами, то есть автобусами, троллейбусными маршрутами, наиболее интенсивным движением транспорта. Ну и далее идут у нас по предписанию надзорных органов обращения с замечанием граждан. Сезон ремонта дорог открывается именно такими работами. Их можно проводить даже при минусовых температурах. После, когда потеплеет, дороги будут латать большими картами. И уже потом приступят к комплексному ремонту улиц. Антона Овсеенко, Ульяновская, Маяковского, Красноармейская и другие. Валерия Макарова, Максим Гусев, События. Праздники без форс-мажора. Чтобы предстоящие трехдневные выходные, а они, напоминаю, выпадают на 21, 22 и 23 февраля, прошли без происшествий, коммунальным службам поручено организовать дежурство. Кроме того, управляющие компании и районы администрации должны проверить, закрыть и опечатать все подвалы и чердаки в жилых домах. Городские службы займутся расчисткой четвертой очереди набережной, приведут в порядок не только дороги и тротуары, но и площадки, где установят оборудование для салюта ко дню защитников Отечества. Еще одна задача, уже будничная. На этой неделе Горсвету, ТТУ и Зеленхозу предстоит избавиться от незаконной рекламы на столбах и деревьях. Счищать будут листовки и объявления, которые портят внешний вид города. Уберите все наклеенные рекламы, значит, все, что расклеено, вот до трех метров и выше, значит, телескопичкой, снимите полностью везде все наклеенные и обклеенные столбы, деревья. Выдать всем предписания, поставить срок, в течение этой недели полностью, вот массово провести. Именно праздничные дни самые напряженные для медиков. По статистике в это время количество вызовов увеличивается. Почему скорая помощь не всегда отличается скоростью, проверили активисты Общероссийского народного фронта. Поводом стали жалобы жителей, а причиной кадровый голод. Чтобы обеспечить круглосуточную работу одной бригады, необходимо 11 человек. А опускники медвузов не стремятся туда идти работать. За три года штат врачей не увеличился. Сейчас при необходимости по вызовам выезжают до 52 машин, но нужно больше. По телефону 03 звонят не только в экстренных случаях, но и при банальной простуде. В рабочее время такие звонки перенаправляют в поликлиники, где есть отделение неотложной помощи. Ну а вечером и ночью ко всем едет уже скорая, поэтому пациентам и приходится ждать своей очереди. Как улучшить ситуацию, активисты Народного фронта обсудят за круглым столом с участием представителей регионального Минздрава. Есть часто вызывающие граждане, не всегда обоснованно, но мы не имеем права отказать в выезде. Есть граждане в нетрезвом виде вызывающие. У нас есть факты, когда два раза в день эти граждане вызывают. Ну это тоже очередность. Мы не имеем права отказывать никому. Говорить о том, что кому-то едут, кому-то нет, такого тоже нет. Мы видим, что действительно нагрузка очень большая на работников скорой помощи. Но количество бригад недостаточно для того, чтобы обслужить такой большой город. Проблема это кадровая обеспеченность и, естественно, связанная с дополнительной защитой работников, работающих в скорой помощи. Безопасность превыше всего. На любые ЧП самарские спасатели должны реагировать незамедлительно. Как оснащены сотрудники единой дежурной спасательной станции? Исправляются ли они с потоком обращений от жителей? Проверил глава города Олег Фурсов, а Лариса Шалафас сделала об этом репортаж. Дежурный диспетчер поисково-спасательного отряда. Если в городе ЧП, люди звонят сюда, в единую дежурную диспетчерскую службу. В день здесь принимают порядка 20 звонков. Обрабатываем информацию, передаю начальнику ПСГ. На выезд группы группа выезжает. По месту действия уже открывает дверь. Доступ обеспечивают сотрудникам скорой медицинской помощи. Глава города ознакомился с оснащением станции. На вооружение у спасателей все необходимое оборудование и амуниция. Олег Фурсов узнал об условиях работы, пообщался с личным составом. Часто точнее на выезды выезжаете? Ну, раз-два, в день. Но в основном, что за выезды? С чем связано? Техногенные ДТП. Иногда обрушения бывают. В единый дежурный диспетчерский центр поступает информация и о коммунальных проблемах. Где-то прорвало трубу или не работает котельная. В первую очередь об этом узнают здесь. Сюда стекается вся оперативная информация. От всех ситуаций в городе, да, чрезвычайно? О всех. Даже о маленьком порыве. И от того, насколько быстро вы отреагируете, зависит, как быстро дом будет подключен. К газу, к теплу, к воде, к электроэнергии. От пристального взгляда дежурных не скроется ни одно ЧП и в детских садах, школах и пионерских лагерях. В режиме онлайн отсматривают, что творится с сигнализацией в этих объектах. Если где-то что-то срабатывает, сюда приходит сигнал, мы немедленно вмешиваемся, звоним туда. Благодаря этой системе только в этом году удалось предотвратить три больших пожара. Главе города продемонстрировали и техническое оснащение станции. Две аварийно-спасательные машины оборудованы громкоговорителями и гидравлическими инструментами. При помощи этих машин можно не только эвакуировать пострадавших, но и оказать первую медицинскую помощь. Лариса Шлафаста, Артем Сулайманов, События. Сто лет простоял и еще столько же выстоит. Так говорят о своем доме жители усадьбы архитектора Александра Зеленко. Что дом построен добротно, уверен и суд, который сегодня решил его судьбу, признав флигель неаварийным. Что отстаивали самарцы и будет ли дом признан памятником, выясняла Марина Кравцова. Вполне пригодный для жилья точку в споре вокруг одного из домов усадьбы Зеленко поставил суд. На последнем слушании было решено, дом не является аварийным. Татьяна Петрова, одна из активисток, радушно приглашает в гости журналистов. Квартиру в доме с вековой историей называют родовым гнездом. Семья Татьяны живет здесь больше 80 лет. Сначала были две комнаты в коммуналке, потом превратили их в квартиру. С тех пор остались не только воспоминания, даже старинный комод, купленный дедушкой, сберегли. В 29-м году у меня чек даже сохранился. То есть вот так вот жили, все вот это вот берегли. С заботой вниманием жители относятся и к самому дому. На собственные средства красят лестницу в подъезде, поменяли батареи. После того, как суд встал на их сторону, продолжать планируют в том же духе. В наше дальнейшее действие мы будем добиваться присвоения все-таки нашему зданию, внесения нашего здания в реестр памятников, объектов культурного наследия. Ну и в дальнейшем будем ремонтировать его, реставрировать. В начале года здание уже внесли в список вновь выявленных объектов культурного наследия. Это произошло после того, как судьбой дома заинтересовались общественники, главный архитектор, Самары городские и областные власти. Все они уверены, усадьба Александра Зеленко, к которой относятся несколько построек, единый архитектурный комплекс и разрушать его нельзя. Здание, безусловно, обладает архитектурной и исторической ценностью и заслуживает того, чтобы быть признанным, выявленным объектом культурного наследия. Регистрация в этом списке автоматически дает этому зданию право государственной охраны. Впереди еще одна историко-культурная экспертиза, которая покажет, окажется ли дом Зеленко в реестре памятников архитектуры и объектов культурного наследия. Марина Кравцова, Алина Чемерис, Григорий Плешаков. События. Останется под арестом. Областный суд продлил меры пресечения для фигуранта Громко в уголовного дела о мошенничестве в сфере автобизнеса. Речь о Владимире Калинченко, директоре печально известной фирмы Азер Моторс, который до сих пор так и не расплатился со всеми своими клиентами. Хотя бизнесмен уверяет, что отдаст все долги. Мнение сторон в суде выслушал Андрей Трой. Экс-генеральный директор и учредитель печально известной компании Азер Моторс Владимир Калинченко еще два месяца будет находиться под домашним арестом и изучать тома уголовного дела, который насчитывает 108 эпизодов. Присутствовавшие в зале суда потерпевшие и их представители требовали от суда поместить Калинченко в следственный изолятор. Они опасаются, что он попытается оказать давление на потерпевших. Он выглядит сейчас здоров, полон сил. В возмещениях потерпевшим, которым говорят его, уже пятый адвокат, никаких возмещений от него не будет, как и не было. Он себя в принципе виновным не признает и не раскаивается в содеянном. По словам представителя инициативной группы, Калинченко пока выплатил лишь мелкие суммы, а более крупные долги так и остаются непогашенными. Адвокат Владимира Калинченко Сергей Арзиани наоборот утверждает, что его подзащитный изыскивает средства для возмещения ущерба. Мой доверитель имеет намерение и предпринимает меры для возмещения ущерба. У нас осталось 39 физических лиц, кому ущерб не возмещен. Либо полностью, либо частично. По словам Сергея Арзиани, сумма непогашенного ущерба составляет почти 15 миллионов рублей. Долги возникли из-за того, что руководство АЗР Моторс по нескольку раз перезакладывало автомобили, даже те, которые были уже выкуплены клиентами. В феврале 2015-го Калинченко был арестован и помещен под домашний арест. Строгие правила запрещают Калинченко общаться с прессой, но в суде он заявил, что сожалеет о содеянном. Я буду изыскивать все возможности, чтобы полностью рассчитаться со всеми клиентами. В том числе это будет возможно и в процессе банкротства данной компании. Поэтому еще раз я прошу извинения у всех присутствующих за то, что случилось. К рассмотрению дела экс-директора АЗР Моторс суд приступит весной, когда Калинченко и его адвокат изучат все тома уголовного дела. Его обвиняют по 160-й и 159-й статьям Уголовного кодекса. Калинченко может получить свыше трех лет лишения свободы, а дело о банкротстве АЗР Моторс пока самое громкое в истории автобизнеса региона. Андрей Трой, Григорий Плешаков, События. Журналисты телеканала Самарагис вновь в списке лучших. В областном главке МВД подвели итоги конкурса на лучшее освещение деятельности региональных органов внутренних дел в средствах массовой информации. Он проводится ежегодно и уже несколько лет подряд в Самарагис занимает в нем лидирующие позиции. С руководителями городских и региональных СМИ встретился начальник областного главка МВД Сергей Солодовников. Во многом именно от журналистов зависит, будет ли услышана позиция силовиков или нет. Укрепление доверия населения, потому как ту информацию, которую вы доносите до населения, она поступает в первоочередном порядке для глаз и ушей наших граждан. И так как вы профессионально можете грамотно, эффективно и совершенно верно, точно и где-то из критической точки зрения, мы с этим соглашаемся, донести это до населения, показать истинную картину, для нас это самое важное. Рубль набирает вес второй день подряд. Причину знает наш финансовый обозреватель Андрей Трой. Здравствуйте. Доллар второй день подряд проигрывает по-крупному. Полтора рубля в минус. Центробанк на 17 февраля установил курс доллара США на отметке 76 рублей 24 копейки, курс евро 85 рублей 8 копеек. Золото стоит 3021 рубль за грамм, серебро стоит 39 рублей 11 копеек за грамм. Нефть растет и поддерживает национальную валюту. За баррель сорта Brent дают 33 доллара 74 цента. Безработица в стране выросла на 1,3 процента. Зато валютных ипотечников стало меньше аж на 22 процента. А еще Центробанк не рекомендует ажиотажно скупать электронику. На сегодня это все. Удачи в делах. Отдых по-русски. Когда российским туристам стали недоступны самые популярные направления Египта и Турции, у людей появился интерес к собственной стране. На региональном форуме «Туризм. Перспективы и возможности 2016» туроператоры рассказали о том, что они готовы предложить избалованным all-inclusive отпускникам. Где можно отдохнуть и при этом не разориться, расскажет Марина Матвейшина. Отдых в России – все включено. Крупнейшие турфирмы предлагают пакетные туры на отечественные курорты. Причем в межсезонье – апрель, май и сентябрь, октябрь – стоимость авиаперевозок турфирмам будет субсидировать государство. Компенсация может составить до 70 процентов. Такие путевки самарцы смогут приобрести уже в ближайшие две недели. С апреля по ноябрь жители Самары смогут уже по очень бюджетным ценам посетить различные курорты национальные. И объекты размещения в этот период дают минимальную цену, и перевозка будет субсидироваться. В последние годы отечественный сервис стал лучшим. И сегодня курорты Краснодарского края, Крыма и Татарстана готовы к наплыву отдыхающих. Развивается и внешний туризм. Когда закрыли популярные Турцию и Египет, россияне обратили внимание на Болгарию. Упрощенный визовый режим и разнообразный отдых от пляжного до горнолыжного. Как итог, поток туристов в эту страну увеличится на 30 процентов. Жители Самарской области могут вообще далеко не выезжать. В регионе развивают местный туризм. В этом году утвержден календарь событий 2016. И турфирмы уже взяли его на вооружение. Они абсолютно разноформатные. Начиная от каких-то уникальных объектов в муниципальных образованиях, заканчивая крупными фестивалями, традиционно проходящими на территории региона. Это и классика над Волгой, и Грушинский фестиваль. Наша задача, чтобы агентства сформировали маршруты, комфортные для путешествия. А задача властей сделать Самару привлекательной не только для жителей, но и для ее гостей. Как российских, так и зарубежных. Особенно это актуально в преддверии чемпионата мира по футболу 2018. Марина Матвеевшина, Дмитрий Мешканцов, События. А теперь коротко о других темах дня. К праздникам Дню защитника Отечества и 8 марта в Самаре заработают сельскохозяйственные ярмарки. Продуктами можно будет запастись в Ленинском, Куйбышевском, Красноглинском и промышленном районах. В субботу и воскресенье, а также 4 и 5 марта сельхозпроизводители будут торговать продуктами по доступным ценам на пересечении улиц Владимирской и Коммунистической, Пугачевского тракта с улицей Нефтяников, в 4 квартале поселка Мехзавод, УДК «Октябрь» на пересечении Московского шоссе и Воронежской. Куда жаловаться, если снег не убирают? Согласно правилам благоустройства, ответственность по уборке разграничена между муниципальными предприятиями, управляющими компаниями, ТСЖ, а также магазинами, школами, промышленными объектами. Уборка проезжей части – зона ответственности МП благоустройства. За очистку дворов, проездов, пешеходных дорожек, расположенных рядом с домами, отвечают управляющие компании ТСЖ и ЖСК. Их адреса и телефоны можно узнать на сайте Департамента городского хозяйства и экологии. Почти 40 миллионов рублей задолжали самарцы за холодную воду в январе. Взыскать долги коммунальные компании пытаются через суды, где уже около 800 исков к неплательщикам. Тысячи потребителей направили уведомления об отключении холодной воды. После треть рассчитались с долгами. А нескольким абонентам ресурсоснабжающей компании все же перекрыли воду. Помочь детям больным онкологией может каждый. Областной центр планирования семьи и репродукции ищет доноров костного мозга для больных детей. Рак – вторая по распространенности причины детской смертности. 17 февраля в центре по адресу Ташкентская, 159, проведут специальную акцию. Желающим стать донором необходимо сдать кровь на типирование с 10 до 15 часов. В Самаре собираются построить кинотеатр из снега и льда. Идея принадлежит сотрудникам юношеской библиотеки. Стать строителями приглашают всех самарцев. Во время работы их будут поить горячим чаем. Начать сооружение ледового кинозала планируют в среду, 17 февраля, в 16 часов, на проспекте Ленина, 14. До весны осталось меньше двух неделей. В Самарском зоопарке это как нигде чувствует. Приближающуюся пору любви его сотрудники решили отметить конкурсом. Посетители выбирали самую романтичную пару животных. Андрей Трой свой голос тоже отдал за нее. Все обитатели зоопарка, кто живет со своей половинкой, приняли участие в конкурсе на лучшую пару. Обезьяны, леопарды, рыси, лисы и даже аллигаторы и змеи. Хладнокровные тоже способны на страсть. Одними из претендентов на главный приз считалась роскошная пара леопардов из Южной Америки. Но победа в итоге досталась не им. Участие принимали 30 пар. И сегодня победителями стали еноты-полоскуны, лизы и матроски. Черноглазые милахи не оставили равнодушными никого. Даже царь зверей, играющий с бантиком, не вызывает такого умиления, как любопытный черноглазый енот. Мы просто смотрели там рептилии, смотрели птичек, вот рыбок. И подошли и спросили, кто мне больше понравился. Я сказала, еноты. Ну они хорошенькие такие вот, мягкие. Ну я не знаю, хорошие. За победу Лиза и матроскин получили съедобную валентинку. Дольки апельсина и прочие вкусные и полезные для животных деликатесы еноты быстро съели, не забыв по традиции прополоскать. Кстати, это одна из причин, по которым специалисты не рекомендуют заводить дома енотов. Они получат все, что только можно, включая сотовые телефоны и документы. Победа Лизы и матроскина еще раз подтверждает популярность енотов в современной культуре. Потому что в интернете полно картинок и мемов, посвященных этому замечательному и очень интересному виду. После торжественного обеда оба победителя удалились ко сну в весьма своеобразной манере. Андрей Трой, Григорий Плешаков. События. А теперь пришло время новостей спорта. И я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Парк «Воронежские озера» на один день стал самарским лилихамером. Традиционная гонка «Бестрая лыжня» собрала в парке школьников промышленного района. Подготовку к старту провели накануне. Снегоход со специальным прицепом расчистил снег и проложил лыжню. Снегоходы уплотнял наст снежный. Затем прошли бараной и специальным устройством для прокладки лыжней. Что позволяет коньковым ходом и обычной классикой ходить. Старт первой группе гонщиков был дан в 10 утра. По регламенту в зависимости от возраста меняется дистанция, которую должен пройти участник. А у победителя районной гонки есть шанс пройти отбор на городские соревнования. Дистанция у маленьких девочек 1 километр, у старших мальчиков 3 километра, у всех остальных 2 километра. Из победителей будет сформирована сборная команда промышленного района. И через неделю на городских соревнованиях 9 районов померятся силами. Несильный, но ощутимый морозец и приличная дистанция особых хлопот гонщикам не доставили. На финиш ребята приходили усталые, но довольные. Первый раз, но я довольна собой, своим результатом. Для первого раза, как вы говорите, неплохо. После подведения итогов станет ясно, кто представит район на городском этапе быстрой лыжни. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал Саморогиз в кабельных сетях города, читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова